Приветствую вас! Если я правильно понял вашу проблему, то шло все с экзаменом, который вы сдавали еще в школе, после чего у вас появился эмоциональный барьер, тот самый, который, как я понял, и мешает вам сейчас проходить обучение так, как, ну, не сказал бы, что прямо как нужно проходить, но, по крайней мере, так, как отряд этого вашего родителя. Ну, вообще говоря, с субъективных сторон данной проблемы мне видится несколько. Первое, это, собственно, ваше переживание, непосредственно касающееся экзамена и то, что вы в него, например, для себя вкладывали. То есть, если вам, ваши родители, например, внушили или как-то вот дали понять, что этот экзамен для вас, например, очень важен, и вы, ну, скажем, боялись его не сдать, то у вас, скорее всего, на данный момент имеется не что иное, как травма. То есть, вы так сильно боялись не сдать экзамен, что теперь, например, вы не можете сконцентрироваться на другой учебе, и, собственно, это мешает вам, ну, как бы продолжать свое обучение. Кроме того, полагаю, не менее важной проблемой является то, что вы делали это, то есть, ну, сдавали этот экзамен по указке, собственно говоря, родителей, а это не было изначально каким-то вот таким вашим желанием. И для того, что это не было изначально вашим желанием, теперь вы думаете, что, собственно говоря, вся учеба, она именно так... Собственно, дальше, когда вы начали, когда вы поступили в университет, а вы поступили также по указанию своих родителей, и вот здесь мне не совсем ясна ситуация, то есть, как бы, вы говорите, что вот вы поступили в университет туда, куда вам указали ваши родители. Зачем вы это сделали? Почему вы это сделали? Почему вы выбрали именно такое направление в своей деятельности? Почему вы решили именно идти туда, куда хотели ваши родители? Почему вы сами не выбрали то направление в учебе, которое вас устраивало? Почему вы этого не сделали? В общем, для меня непонятно. По крайней мере, пока. И я думаю, что несложно, в общем-то, догадаться, что основная ваша проблема заключается в том, что вы вот как раз не реализуетесь сами. То есть, вы как бы учитесь по указке своих родителей. Чем это обусловлено? Почему вы это делаете? Что заставляет вас слушать именно родителей? Почему вы действуете по их указке, а не потому, что вы хотите сами? Непонятно. Тем не менее, вполне возможно проработать ваши детско-родительские отношения как раз для того, чтобы, возможно, помочь вам принимать самостоятельные решения, возможно, помочь вам побороть неуверенность в себе, если такова и имеется, и сделать так, чтобы она не мешала вам жить и не мешала вам принимать именно те решения, которые вам интересны, которые вам нужны, которые вас устраивают. То есть, что это заключается в том, хотите ли вы это реально сделать или нет. Это, пожалуй, первый важный момент, который я хочу до вас донести. Второй важный момент заключается в том, что, чего вы хотите сами? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Чего вы хотите сами? Может быть, после сдачи экзамена вам необходимо время, чтобы отдохнуть. После сдачи экзамена, может быть, вам нужно какой-то период, чтобы прийти в себя, немножко расслабиться, чтобы, знаете, прийти в норму, чтобы как-то чувствовать себя лучше, чем, например, то, что вы делаете в данный момент. Потому что, определенно, вы еще не пришли в себя после того, как закончилось ваше обучение. Соответственно, давайте вот мы с вами кратко и подумаем, что вам нужно для того, чтобы прийти в себя. Что вам нужно для того, чтобы лучше себя чувствовать. Вот это вот как бы момент, который, ну, нельзя сбрасывать со счетов. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы вам сказать, заключается в том, что, ну, как бы, вот, почему вы не решаете сами, как вы будете жить и что делать. Почему вы не решаете сами, как вам выстраивать свою жизнь. Чего вы хотите сами для себя. Вот попробуйте с этим моментом для себя определиться, чего вы хотите именно сами для себя. То есть, если вам не нравится обучение в университете, вам лучше не учиться, потому что никакого удовольствия этого не получите. Процесс обучения у вас не будет вызывать интереса, а освоение профессии также не будет давать вам ничего такого, что бы пошло вам на пользу. Это, во-первых. Во-вторых, вот вы пишите здесь, что не любите людей, а, может быть, у вас элемент зоофобии, если так, то с ней тоже нужно работать отдельно. То есть, вам нужно вполне вам хочется какое-то время отдохнуть, вам нужно уже вкратце, мысли, что вы из вас совершеннолетние, ну, мы так сделаем такое вот предположение, что вам уже есть 17 лет, и будучи совершеннолетние, вам уже нужно поморить, что вы хотите сделать, а не жить по указу родителей. И, соответственно, если вы не можете этого сделать, то необходимо выявить причины, по которым вы этого не можете сделать, и постараться их исследовать и по возможности устранить. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.